Добрый день, меня зовут Куприянова Ирина Васильевна, я являюсь учителем химии школы КГУ Министерства Восток для одаренных детей Управления образования Восточно-Казахстанской области. Сегодня на занятии мы вспомним основные моменты, сложные моменты по теме углерод и его соединения. Начнем, как всегда, с характеристики химического элемента. Углерод расположен в периодической системе химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева во втором периоде, в четвертой группе, в главной подгруппе. Его порядковый номер 6, относительная атомная масса 12. Электроны распределены по двум энергетическим уровням 2,4. В стационарном состоянии в основном у атома углерода на первом уровне 2 электрона, 1С2, и на втором уровне 4 электрона, которые распределены на 2 подуровня, 2С2, 2П2. Вы видите 2 неспаренных электрона. При переходе в возбужденное состояние электрон с С подуровня переходит на свободную орбиталь П подуровня. И электронная формула углерода в возбужденном состоянии выглядит как 1С2, 2С1, 2П3. Вы видите, что на внешнем уровне 4 неспаренных электрона. Таким образом, углерод, будучи в основном или в возбужденном состоянии, может проявлять в степени окисления минус 4, 0, плюс 2 и плюс 4. В природе углерод встречается как в свободном виде, в виде алмаза, графита, карбина, в виде соединений. Обратите внимание, это в основном карбонаты. Доломит, кальций СО3, магний СО3. Мрамор известняк имел, имеет одну и ту же химическую формулу, карбонат кальция, кальций СО3 и магнезит, магний СО3. А также углерод встречается, входит в состав нефти, каменного угля, торфа и природного газа. Для углерода характерны аллотропные модификации. Здесь нужно различать кристаллические и аморфные формы. Кристаллические формы – это природный алмаз, графит и карбин. И сравнительно недавно учеными синтетическим путем была получена еще одна модификация – это фулерен. Причиной аллотропных модификаций углерода являются различные виды кристаллической решетки. Так, у алмаза мы видим тетраэтрическая форма, расстояние между атомами углерода одинаковое, поэтому кристаллическая решетка прочная. Алмаз – это вещество бесцветное, прозрачное, самое твердое, что используется человеком. Графит же, вы видите, имеет совершенно другую кристаллическую решетку, где атомы углерода расположены слоями. Каждый слой представляет собой соединенные шестигранники, это очень напоминает пчелинные соты. А расстояние между этими слоями значительно больше, чем расстояние между атомами углерода в этих шестигранниках. Поэтому для графита характерна такая особенность, что он сводится. При надавливании, например, на графитовый карандаш мы можем наблюдать именно вот это отслаивание. Ну и графит, естественно, от алмаза отличается, и цветом он имеет серый цвет, и не такой прочный, мягкий материал. Карбин же, вы видите, имеет, кристаллическая решетка имеет линейную структуру. Здесь, возможно, между атомами углерода либо двойные связи, либо чередование одинарных и тройных. Ну и фуллерен, как я уже сказала, это синтетическая модификация углерода, полученная человеком. Здесь структура такой сферической формы, где атомы углерода соединены в виде сферы. Количество атомов углерода может быть 60 и более, но четное число. Ну и, конечно, аморфные модификации, это уголь сажа. Сажу получают, например, при разложении древесины без доступа воздуха и при обугливании органических соединений. Ну, в данном случае концентрированная серная кислота, как водоотнимающее вещество, используется. Если говорить о химических свойствах углерода, то нужно сказать, что он проявляет свойства и окислителя, и восстановителя. Свойства окислителя он проявляет при взаимодействии с металлами и с водородом. При взаимодействии с металлами образуются соединения, которые называются карбиды. Так, например, с алюминием образуется карбид алюминия, алюминий 4С3, из которого получают метан. При взаимодействии с кальцием получаем карбид кальция, кальций С2, эти формулы нужно знать. Вот, и из карбидокальция получают ацетилен, С2H2. И с водородом вы видите при нагревании углерод взаимодействует с образованием летучего водородного соединения металла. Свойства восстановителя углерод проявляет при взаимодействии с кислородом, хлором, серой, с оксидами металла. Здесь вы видите, что углерод горит в кислороде, причем выделяется большое количество тепла, поэтому уголь мы используем в качестве топлива. И обратите внимание, что продуктами сгорания могут быть разные оксиды, это либо оксид углерода 2, либо оксид углерода 4. Все зависит от температуры и от того, достаточное ли количество кислорода. При недостаточном количестве будет угарный газ, СО, при достаточном количестве кислорода углекислый. При взаимодействии с хлором углерод образует 4-х хлористый углерод и при взаимодействии с серой сероуглерод, СС2. Очень хороший растворитель. Ну и для углерода характерно также взаимодействие со сложными веществами, так, например, с оксидами некоторых металлов. Здесь углерод выступает в качестве восстановителя и восстанавливается металл и образуется оксид углерода, в данном случае СО. Углерод, а именно кокс, при температуре взаимодействует с водяным паром и образуется водяной газ. Водяной газ – это смесь двух газов угарного газа СО и водорода. Используется в органическом синтезе и в качестве топлива. И, конечно, нельзя не сказать о том, что углерод взаимодействует с концентрированной азотной и серной кислотами, которые являются сильными окислителями. При этом, обратите внимание, образуется оксид углерода-4, вода, но и с концентрированной азотной кислотой это образуется оксид азота-4 и с концентрированной серной кислотой оксид серы-4. И, конечно, продукты этих реакций нужно будет запомнить. Углерод нашел широкое применение. Конечно же, это углерод, если говорить об алмазе, то это в ювелирных изделиях. Углерод используется в качестве адсорбента, потому что активированный уголь обладает очень хорошим свойством поглощать газы и растворенные вещества, то есть является адсорбентом, а явление от солнца. Это же слойство используется в медицине, и, наверное, не найдется ни одного человека, который бы хоть раз в жизни не употреблял активированный уголь. Углерод используется для получения огувного крема. Углерод содержится в некоторых сплавах, здесь вот сталь показана, применяется в сельском хозяйстве, в качестве топлива используется, в качестве наполнителя для производства резины и так далее. Летучее водородное соединение метан носит также название болотный или рудничный газ. Это газ без цвета, без запаха, в воде не растворяется, легче воздуха. Почему он получил такое название еще, рудничный газ? Дело в том, что этот газ при добыче угля накапливается в угольных бассейнах, поэтому при его скоплении, если его не отводить из шахт, и при определенных соотношениях метана и кислорода в воздухе, может произойти взрыв. Но, к сожалению, бывают аварии на шахтах. И при этом, видите, образуются углекислый газ и вода. Для углерода характерно два оксида. Это СО, оксид углерода-2, лимонооксид. Чаще всего мы просто называем его угарным газом. И высший оксид углерода, это оксид углерода-4, диоксид. Углекислый газ. Здесь, вы видите, в таблице можно проследить, как отличаются по свойствам эти два оксида. И тот, и другой оксиды без цвета, без запаха. Угарный газ легче воздуха, углекислый тяжелее. Угарный газ плохо растворяется в воде и трудно сжижается. Углекислый газ растворяется в воде и сжижается легко. Угарный газ является ядовитым, вызывает удушье, так как образуется единение с гемоглобином, что затрудняет транспортировку кислорода в организме человека. Углекислый газ не является ядовитым, но повышение его концентрации в помещении также сказывается на самочувствии человека. Если говорить о свойствах этих оксидов, то здесь обратите внимание, значит, угарный газ является не солеобразующим, поэтому, вы видите, не взаимодействует ни с водой, ни с щелочами, показано. Углекислый газ является кислотным оксидом, поэтому для него характерные свойства кислотного оксида – это взаимодействие с водой, с образованием кислоты угольной и взаимодействие с основными оксидами и с щелочами, с образованием солей. Качественной реакцией на углекислый газ является пропускание его через прозрачную звездковую воду. При этом наблюдается помутнение звездковой воды, так как образуется карбонат кальция. В окислительно-восстановительных реакциях они проявляют разные свойства. Угарный газ может быть и восстановителем, и окислителем. Свойства восстановителя используются, например, в металлургии. Здесь, вы видите, оксид углерода-2 в качестве восстановителя взаимодействует с оксидом железа-3, с образованием железа и углекислого газа. Также происходит реакция до окисления. Угарный газ превращается в углекислый газ. И в качестве окислителя, вы видите, взаимодействует с металлом, с образованием оксида металла и углерода. Углекислый газ, так как здесь углерод находится в высшей степени окисления, углерода плюс 4, то в окислительно-восстановительных реакциях может быть только окислитель. Так, например, при взаимодействии с металлом, здесь вы видите, реакцию с магнием образуется оксид магния и углерод. Как получают эти оксиды? В промышленности угарный газ получает взаимодействие углерода с углекислым газом в лаборатории из муравьинной кислоты. Углекислый же газ получают при горении угля, вы видите, образуется. А в лаборатории существует несколько способов. Наиболее простой, распространенный способ, который, я думаю, вы проводили на лабораторных работах, это взаимодействие карбоната кальция с соляной кислотой. Образуется, вы видите, соль, хворит кальция, вода и выделяется углекислый газ. Ну, вот эту вот реакцию, я думаю, каждый проводил. Как я уже сказала, угарный газ используется в качестве восстановителя в металлургии, а углекислый газ используется как сухой лед, это в холодильных установках, для производства газированных напитков и, конечно же, при тушении пожаров в огнетушителях. Как я уже сказала, кислотному оксиду, оксиду углерода-4, соответствует угольная кислота. Угольная кислота является слабой, неустойчивой, существует только в растворе, разлагается при кипячении на воду и углекислый газ. Эта кислота двухосновная, поэтому для нее характерна диссоциация в две ступени, и вы видите, что в результате образуются два вида анионов. Это гидрокарбонат-ион и карбонат-ион. Как получают кислоту? Получают двумя способами, это растворением углекислого газа в воде, а также из солей под действием сильных кислот. Так, например, на карбонат натрия мы действуем соляной кислотой, и образуется угольная кислота и хвалид натрия. Ну, еще раз говорю, угольная кислота, она распадается затем на воду и углекислый газ. По химическим свойствам для кислоты характерны свойства, типичные для всех кислот. Это взаимодействие с основными оксидами, а также с щелочами. Обратите внимание, в зависимости от того, какое количество щелочи взяли, образуются разные соли. Так, если взяли большое количество гидроксида натрия или концентрированный раствор, образуется карбонат натрия, натрий-2СО3, средняя соль. Если же берем сильно разбавленную щелочек, то будет образовываться гидрокарбонат натрия, кислая соль. И так, как я уже сказала, для угольной кислоты характерно образование двух типов солей. Это соли карбонаты, карбонат натрия, вы видите форму карбоната кальция, это средние соли. Кислый гидрокарбонат натрия, гидрокарбонат кальция. Для солей характерны следующие свойства. Во-первых, они разлагаются при температуре. Например, карбонат кальция разлагается на оксид кальция и углекислый газ. Гидрокарбонат калия, вы видите, разлагается с образованием трех продуктов. На карбонат калия, воду и углекислый газ. При пропускании углекислого газа через раствор карбонатов, вы видите, идет реакция обратная. Опять образуется гидрокарбонат калия. То есть, легко от одной соли перейти к другой. Ну и, конечно же, соли эти взаимодействуют с кислотами, с образованием других солей воды и углекислого газа. Взаимодействуют и с другими кислотами при условии, если будет образовываться газ или выпадать осадок. Здесь в качестве примера показана качественная реакция на карбонат ион. Чтобы определить наличие карбонат иона, нужно подействовать растворимой солью кальция. И мы увидим выпадение белого осадка карбоната кальция. Как я уже упомянула о том, что карбонаты и гидрокарбонаты очень легко превращаются друг в друга. При этом в природе образуются в подземных пещерах очень красивые, причудливые формы сталактиты и сталагмиты. Ну, еще раз я повторилась и позволила себе привести уравнение происходящих в природе реакций. О каких же солях угольной кислоты необходимо знать не только их формулу названия, но и также где они применяются. Совсем известная пищевая или, как мы говорим, питьевая сода – это гидрокарбонат натрия. Он используется нами в кондитерских изделиях, чтобы они были рыхлыми, пышными, плюс качество разрыхлителя. А также в медицине, например, при полоскании горла или для того, чтобы снизить кислотность желудочного сока, то есть при изжоге. А вот карбонат натрия, средняя соль – это кальцинированная или иногда говорят даже стиральная сода. Применяется в производстве стекла, бумаги, мыла и даже может использоваться в качестве моющего средства. Карбонат калия или батаж применяется в производстве тугоплавкого стекла и жидкого мыла. А карбонат кальция, мы о нем уже говорили, это формула имеют и мел, и мрамор, и известняк. Эти генералы используются очень широко и в строительстве, и в искусстве, в производстве стекла, цемента, бумаги, резины, зубного порошка и так далее. Гидрокарбонат меди-2, Купрум-ОН2-СО3 – это всем известный Малахи. О нем нельзя не сказать, потому что это очень ценный поделочный камень, который в своих сказках описал Бажонов. Ну и кратко мы рассмотрели некоторые вопросы, и давайте сейчас посмотрим, в каком виде встречаются в сборниках по подготовке к ЕНТ вопросы по этой теме. Итак, формула высшего оксида, РО, не характерна для и варианты цинка, билилия, кальция, углерода и барин. Здесь вы видите, что приведены примеры металлов, все они имеют валентность 2, соответственно, у них высший их оксид будет именно РО. А вот для углерода мы знаем, характерно 2 оксида, это СО, оксид углерода-2, подходит к этой формуле, но высшим оксидом является СО-2. Вот поэтому, обратите внимание, не характерна именно эта формула для углерода, ответ Д. Формула гидроксида, соответствующая высшему оксиду элемента-6. Ну, элемент-6 это у нас углерод, как мы выяснили, высшим оксидом является оксид углерода-4, и, соответственно, этот кислотный оксид ему будет соответствовать угольная кислота. Поэтому выбираем ответ А. Аллотропные видоизменения, ну, об этом мы уже говорили, для аллотропных видоизменений, обратите внимание, здесь вот алмаз и график как раз ответ под буквой А, да, все остальные не являются аллотропными модификациями. На чем вот я останавливалась, говоря о химических свойствах, это то, что углерод может быть окислителем и восстановителем. И вот вы видите как раз этот вопрос. Углерод будет окислителем при взаимодействии с веществами. Обратите внимание, эти варианты, и вот в трех вариантах первое, да, вещество это кислород. Мы прекрасно знаем, что кислород, это вещество имеет большую электроотрицательность, поэтому выступает при взаимодействии с углеродом окислителем. Поэтому эти вопросы, ответы выбираем сразу. И остаются два варианта, это под буквой В и под буквой Е. Но здесь мы видим водород и водород, да, железо, алюминий, то есть металл. И вот по третьему веществу идет отличие, это кремний и фтор. Фтор мы знаем самый сильный окислитель, поэтому углерод не может при взаимодействии с ним быть окислителем. Поэтому, конечно же, остается ответ В. Следующее. Смесь газов сернистый, углекислый, угарный и хлор пропустили через концентрированный раствор гидроксида натрия. Газ, обнаруженный на выходе, имеет молекулярную массу. Здесь, конечно, нужно знать, что гидроксид натрия взаимодействует с кислотными оксидами, а это значит сернистый газ, углекислый газ, взаимодействует с хлором, свойства хлора, если помним. И о чем я упомянула, рассказывая вам о свойствах оксидов, это то, что угарный газ не взаимодействует со щелочами. Поэтому, естественно, на выходе именно он и будет обнаружен. Ну и так как его формула СО, относительная молекулярная масса 28, ответ А. При сильном прокаливании известняка выделяется. Итак, известняк, формула известняка это кальций-СО3, при нагревании образуется оксид кальция и углекислый газ. Ответ А. Кислые соли угольной кислоты. Ну, здесь еще раз позволю себе напомнить, что средние соли это карбонаты, а кислые соли это гидрокарбонаты. У нас спрашиваются кислые соли, мы находим гидрокарбонаты. Ответ С. Карбонат ионы можно обнаружить водным раствором. И приведены примеры этих водных растворов. Вот здесь, конечно, мы отвечаем на этот вопрос, нужно просто помнить, что водный раствор хлора водорода, это весь соляная кислота, которая диссоциирует на ионы водорода и хлора. А с карбонат ионом, ионы водорода будут образовывать воду и будет выделяться углекислый газ. Поэтому ответ, конечно, будет Е. Как различить растворы, содержащие карбонат и гидрокарбонат натрия? С помощью чего? Ну, конечно же, из всего предложенного сразу бросается в глаза, это хлорид кальция. Действительно, именно ионы кальция нужно использовать как для проведения качественной реакции, для распознавания именно карбонат иона. Образуется карбонат кальция, белый осадок. При взаимодействии с кислой солью такого осадка не будет. Следующие вопросы. Это карбонатная жесткость. Ну, сразу само название карбонатная жесткость обусловлено присутствием в воде солей. Каких? Карбонатная. Соответственно, должны быть карбонаты. Ну, если вы помните, да, это гидрокарбонаты кальция и магния. Ответ Е. Подобный вопрос, вы видите, номер реакции, с помощью которой уменьшают жесткость воды. И в данном случае, вот мы видим, жесткость воды уменьшают, переводя гидрокарбонаты, кислую соль, в среднюю соль. Это вот реакция под номером 4. Ответ D. Сумма всех коэффициентов в полном ионном уравнении взаимодействия оксида углерода 4 и гидроксида калия. Ну, думаю, сложности здесь у вас никаких не будет. Уравнение в молекулярном виде. Полное ионное уравнение. И посчитав сумму коэффициентов, не забывая, что вот здесь у нас стоят коэффициенты, да, 1. Сумма 9, поэтому ответ D. И подобный вопрос. Сумма коэффициентов в сокращенном ионном уравнении взаимодействия оксида углерода 4 с гидроксидом натрия. Или с гидроксидом натрия, или с гидроксидом калия. В любом случае, сокращенным ионным уравнением будет являться вот это уравнение. То есть, тоже посчитав сумму коэффициентов, мы получаем 5. Ответ B. Ну и далее разного рода задачи. Здесь вы видите, что я не убираю номер вопроса. Это именно так, как встречается этот вопрос, в каким по счету он встречается именно в различных вариантах. Ну, то есть, вот достаточно простая по номерам 5 задача. При сжигании углерода количеством 0,2 моль образуется углекислый газ объемом. Ну и указано, да, при нормальных условиях. Ну, соответственно, что мы видим у нас? Углерода 0,2 моль по уравнению 1 моль. Углекислый газ, так как при нормальных условиях, мы используем молярный объем. И объем у нас получается 22,4 моль. Составляя пропорцию, затем мы вычисляем неизвестное. 4,48 литра. Ответ B. Подобная задача, если вы видите, ну, 15-я она по счету была в варианте. Объем оксида углерода 4 при нормальных условиях, выделяющийся при сгорании 96 граммов сажи. Помню, что такое сажа. Сажа – это углерод С. При горении углерода образуется оксид углерода 4. То же самое, аналогично мы получаем. Затем мы составляем пропорцию и вычисляем Х, находя ответ 179,2 литра. Ответ E. Также возможны задачи по термохимическим уравнениям. Ну, вот в данном случае, смотрите, если при сгорании 1 моль углерода выделяется 402 кГц теплоты, то при сгорании 4 моль углерода выделяется. Вот. Ну, я составила, вам показала, здесь термохимическое уравнение. Расчет тоже проводится легко. Ну, а в принципе, можно было его и не составлять, потому что по условию понятно. Если 1 моль при 1 моле выделяется 402, то при 4 моль сколько? В 4 раза больше. Вот и все. Ответ 1608 кГц. Вот вопрос, который как раз и требует знаний, о которых я говорила, да, это вот свойства углерода взаимодействия с концентрированной азотной кислотой. Смотрите, задача. Объем оксида углерода 4 при нормальных условиях, который выделяется при взаимодействии 24 г углерода с избытком концентрированной азотной кислоты. Ну, уже по условию, понятно, да, выделяется оксид углерода 4. Мы помним, что к тому же получается вода и углекислый газ. Не забываем расставить коэффициенты. И затем по уравнению реакции. Помните, что необязательно здесь полностью вычислять массу или объем. Достаточно просто таким образом записать, потому что затем очень легко это все сокращается. И буквально устно введут вычисления. Получаем 179,2 литра. Задача 15-я была по счету. Достаточно простая она. Масса карбоната кальция, израсходованного для получения 44,8 литра углекислого газа. Все, показано. Карбонат кальция получает углекислый газ. Здесь вычисляем, если малярная масса карбоната кальция 100 грамм на 0, соответственно, масса 1 моля будет 100 грамм. 1 моля углекислого газа по уравнению, соответственно, это будет 22,4 литра. И неизвестную массу карбоната кальция вычисляем. 200 грамм. При разложении 25 грамм технического известняка получили 4,48 литра при нормальных условиях углекислого газа. Массовая доля примеси равна. Ну, значит, технический известняк. А известняк в основной своей массе это карбонат кальция. Ну, то есть и технический, да, с какими-то примесями. Вот. Поэтому что мы здесь делаем? Ну, в первую очередь мы по уравнению вычисляем массу чистого вещества. Вот обозначаем за х массу карбоната кальция. Получаем 20 грамм. Известна у нас масса общая, то есть масса технического известняка. Мы находим массу примеси, отнимая от массы известняка массу чистого вещества, чистого карбоната кальция. Значит, масса примесей равна 5 грамм. Соответственно, массовая доля примеси будет равна отношению массы примесей к общей массе известняка, умноженной на 100%. Получаем 20%. Следующая задача. На мрамор массой 40 грамм воздействовали избытком соляной кислоты. Выделился газ объемом, да, расчеты при нормальных условиях. Здесь мрамор. Мрамор это у нас карбонат кальция. Вот. При взаимодействии с соляной кислотой образуются хворид, кальция, вода и углекислый газ. Его объем мы с вами и ищем. Составляем также, да, находим по уравнению массу карбоната кальция в 100 грамм. 1,0 углекислого газа по уравнению это 22,4. И вычисляем х. 8,96 литра. Задача. Определите среду реакции, если через раствор, содержащий 0,8 мой гидроксида натрия, пропустили 6,72 литра при нормальных условиях углекислого газа. Ну, на мой взгляд, здесь решение вообще не требует расчета, потому что в любом случае, что в избытке, что в недостатке взяли, в любом случае тут как бы два варианта. Это получение двух типов солей, либо средняя, либо кислая соль. И та, и другая соль, она имеет щелочную среду простой. Поэтому ответ здесь С, щелочная среда. Объем газа при нормальных условиях полученный сжиганием 4,48 литра. При нормальных условиях угарного газа 2,24 литра кислорода. Угарный газ горит с образованием углекислого газа. Здесь даны объемы угарного газа и кислорода. Вы видите, что они взяты не от избытка и недостатка. То есть строго в тех объемных отношениях, которые по уравнению, то есть 2 к 1. Поэтому здесь видим, что раз по уравнению получается 2 объема углекислого газа, соответственно, объемы угарного углекислого равны 4,48 литра. Встречаются также цепочки, цепочки превращений. Вот здесь, в качестве примера я привела задание. Оно, в общем-то, считается непростым. Вы видите, под номером 22, да. Сумма молекулярных масс углерод содержащих веществ Х2 и Х3 в цепочке превращений. Ну, что здесь мы видим? 1 моль углекислого газа, да, с использованием 2 моль магния. При температуре образуется вещество Х1. Какое это вещество Х1? Это углерод, да. Причем это углерод содержащих веществах. Это вещество, углерод, взаимодействует с 0,5 моль кальция при температуре 0,5. Так как у нас 1 моль, да, кальция, ой, извините, углерода, 0,5 моль кальция, здесь вот обязательно эти соотношения мы выдерживаем, получаем, значит, 2 моль углерода и 1 моль кальция, образуется карбид кальция, это кальций С2. Ну и вода, данная в избытке, как я уже говорила, из карбидокальция получают ацетилен. Поэтому сумма относительных молекулярных масс этих двух соединений, карбидокальция и ацетилена, будет равна 90. Ну и, соответственно, малярная масса будет равна 90 г на моль. Ответ С. Тоже посмотрите под номером 22, дана задача, но она достаточно простая, я не думаю, что она вызовет у вас какие-то сложности, если вы сейчас посмотрите, что-то подобное вам встретится. Для определения содержания углекислого газа в воздухе, через раствор гидроксида кальция пропустили 44,8 литра воздуха. Масса осадка составила 10 г, процент углекислого газа в воздухе. Но раз через раствор гидроксида кальция пропускали углекислый газ, и получился осадок, то осадок – это карбонат кальция. Поэтому вот сразу записываем над формулой 10 г. Определяем по уравнению объем углекислого газа. Он составил 2,24 литра. И так как по условию известен воздух, который пропускали, то есть воздух, он составляет 100%. А сколько процентов составляет этот объем углекислого газа? Вычисляем и получаем 5% содержится в воздухе углекислого газа. Мы с вами разобрали некоторые вопросы, которые встречаются по теме углерод и его соединения. Надеюсь, что сегодняшнее занятие было для вас полезным. Желаю вам качественной подготовки и успешной сдачи единого национального тестирования. Спасибо. Спасибо. Спасибо.